Почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? Разговор о важном проводит учитель из Советской Гавани Наталья Заблодская. Ученикам Краевого Центра Образования, а именно здесь проходит финал конкурса «Классное призвание», рассказывает о празднике Дни Отца. Ее слушают не только школьники, но и жюри. Урок проходит в игровой форме. Это тесты, квизы, шарады и изготовление поздравительной открытки. Все это, чтобы материал лучше усвоился. А еще глава семейства может быть наставник, а еще мы говорили, что он добытчик. Наталья Заблодская, учитель начальных классов, говорит, сложность такого задания в конкурсе – проводить урок у незнакомых детей. Поэтому к ним нужно быстро найти подход. Но с задачей, считает педагог, она справилась. Детки бывают разные. Очень, на мой взгляд, очень важная, но очень щепетильная тема. Потому что не у всех есть отцы. Поэтому пришлось немножечко вырулить на то, кого еще можно поздравить. В этом году на конкурс «Классное призвание» заявились 30 учителей и кураторов СПО из нескольких районов Хабаровского края. Состязания проходят в несколько этапов. Первый был заочным. Участники представили свои видеовизитки, проекты и написали эссе. В финал прошли 10 педагогов, 6 классных руководителей и 4 куратора групп колледжей и техникумов. Кроме разговора о важном, им нужно показать свои инновационные идеи проведения воспитательных мероприятий. Этот конкурс дает им возможность не только самореализоваться как педагогам, как педагогам-наставникам, как профессионалам, но и действительно взаимодействуя друг с другом, они черпают у друг друга именно те идеи, те замыслы, которые они вот здесь воплощают через конкурс. Профессиональное состязание «Классное призвание» проходит в рамках года педагога и наставника. Имена победителей и призеров объявят в ноябре на третьем региональном форуме классных руководителей. Лучший классный руководитель и куратор группы СПО отправятся на всероссийский этап. Арина Сладотенкова для Большого Города.